Порой всем известные памятники архитектуры являются далеко не тем, что мы о них представляем на самом деле. И Беломоро-Балтийский канал тоже имеет куда более глубокую и таинственную историю. Неужели Сталин был действительно носителем сокровенных знаний, о которых в общем-то было неизвестно никому, кроме самого вождя? Сегодня мы попробуем их приоткрыть. Ведь неспроста Сталин был так заинтересован в этой постройке, которая была выполнена за невероятно короткие сроки. Но для чего все это? Что знал Сталин, но не знали другие? Давайте разберемся. Всем привет! Наступил рассвет. К сожалению, сокрытие удивительных исторических находок происходит ежедневно. Но все же, что-то просто невозможно скрыть от наших глаз. Удивительные мегалиты прошлого и сами фрагменты ландшафта способны нам рассказать многое. И всем нам известна одна из самых масштабных строек прошлого века. Строительство Беломора Балтийского канала. Ведь эта постройка поражает до сих пор и также задает множество вопросов. Эти размеры, этот колоссальный труд вложены в строительство. Но для чего? Надо сказать, что история строительства Староладожского канала тоже имеет множество интересных исторических особенностей. А собственно, для чего его строили на самом деле? И строили ли вообще? Сегодня мы разберемся с неизвестной историей всем нам известного сооружения. Рассмотрим те детали, на которые, как правило, люди просто не обращают внимания. Вполне может быть, что Беломора Балтийский канал – это историческая реинкарнация уже существовавшего ранее гигантского сооружения. И в конце видео мы узнаем факты, доказывающие это. Ведь Сталин прекрасно все это понимал. Он знал, для чего строить такое масштабное сооружение. И поэтому все управилось за такой короткий срок. Беломора Балтийский канал – это, правда, одно из самых выдающихся сооружений прошлого века. Ведь это самый северный канал на Земле, общая протяженность которого – 227 километров. А высота его над уровнем моря – более 100 метров. Поистине масштабное сооружение. Но что мы о нем вообще знаем? Кроме того, что строили этот канал заключенные, справившиеся за менее чем 2 года. На самом деле, мы знаем то, что нам позволили узнать. Ведь все это сохраняется по сей день под грифом «Секретно». Но, как нам известно, канал был построен за 20 месяцев. Сроки его были 31-33 года. И уже 2 августа он был готов и назван именем Иосифа Сталина. Что весьма примечательно. Например, Панамский канал, меньшей длиной, строили целых 28 лет. А ведь Беломор канал куда масштабнее и величественней. Карелия, к слову, имеет чрезвычайно неустойчивую погоду. Где климат обладает резкими переходами от тепла к холоду. А еще ветра и огромное количество осадков. Не самая лучшая погодка. Мешающая нормальному производству земляных работ. Что в разы усложняет стройку. Представляете, сколько труда для этого всего нужно. Да и наконец, в Карелии держатся длительные зимы. А это обстоятельство имело немаловажное значение. Потому что из 20 месяцев на Беломоустрое работали 2 длинных карельских зимы. Вы представляете, эти труднейшие условия. Мало светового дня, снег. Да и работать в темную ночь, это дело трудное. Но мы видим итоговый результат. Точнее, то, что нам позволили увидеть. Ведь уже не секрет, что на строительстве использовались в основном заключенные и раскулаченные крестьяне. Но количество их, конечно, поражает и по сей день. Более четверти миллиона человек трудились на этой стройке. Из которых, только по официальным данным, погибло около 12 тысяч человек. Хотя в реальности, цифры, чтобы не поднимать шума, были занижены. По разным данным, называют цифру около 100 тысяч. Гибли как от физических нагрузок, так и от болезней. А людей, подневольных тружеников, стали именовать каналармейцами. По аналогии с красноармейцами. Именно благодаря им и вошел в обиход жаргонный термин «зэк». От «зэка» – заключенный каналармеец. Прямо говоря, всю эту работу делали зэки. Простые люди, не инженеры и даже не техники. А ведь для подобного строительства не потребовалось ни валютных средств, ни современной техники, ни применения дорогостоящих стройматериалов. Кирка и лопата лишь с помощью них все это построили. А в качестве основного материала выбрали лес, которого в Карелии огромное множество. Его вырубали беспощадно. Ведь людям же нужно где-то жить. Кладили бараки. Но для общественности существовала другая версия о людях, занятых в строительстве канала. Объект строили комсомольцы и труженики исправительно-трудового лагеря. В соединении Белого и Балтийского морей путем создания Беломорско-Балтийского канала осуществило новую, чрезвычайно смелую мысль товарища Сталина. Но для чего же столько жертв, столько усилий? Сталин назвал одну причину. Это сократило на 4000 километров водный путь между Архангельском и Ленинградом. По этой водной дороге, кстати, до сих пор перевозят сотни тысяч тонн грузов по сей день. А с военной точки зрения, Беломор и Балтийский канал стал форпостом СССР на границе с Финляндией в начале Второй мировой войны. Долгое время вокруг строительства Беломор-канала сохранялась строгая тайна. Руководители страны просто не хотели, чтобы народ знал, сколько жизни это стоило. Интересно, в чем было стремление закончить стройку в столь короткий срок, пожертвовав многим? И все же, весьма непонятным остается то, как люди из тюрем, голодные и обессиленные, смогли все это построить менее, чем за два года. Неужели только количеством? Возможно, для кого-то будет новостью, но изначально строительство Ладожского канала началось задолго до Сталина. Первое упоминание берется еще в далеком 1719 году при Петре Первом. Уж много весьма странных событий нам известны при этом так называемом Первом Императоре. Как видим, к Ладожскому каналу он тоже имел четкое отношение. Собственно, он его и начал строить. Один из участков водного пути, соединяющего Волгу с Балтийским морем, проходил через Ладожское озеро. Этот участок являлся одним из самых трудных и опасных. В связи с этим, по инициативе Петра Первого началось строительство обходного пути, соединяющего Волхов и Неву. Длина канала по проекту составляла 111 километров. Он начинался около города Новая Ладога и заканчивался в Шлиссербурге, где Нева берет начало из Ладожского озера. И 22 октября 1730 года строительство канала было закончено. А уже в 1836 году было реконструировано и новое устье, облицованное гранитом. Но знаете, что самое интересное в этой истории? Это то, что после смерти императора в 1725 году, не только не прекратилась работа по строительству канала после смены власти, как это делается обычно у нас сейчас, но и пошла с удвоенными темпами, да и более успешно, чем при Петре Первом. Представляете, при смене власти не прекратили проект, его наоборот начали финансировать, что дает интересную мысль для размышления. А может, Петр Первый, как и другие цари, просто формальность, выполняющая все изложенное свыше? Ведь уже понятно, что не только Петр Первый был заинтересован в стройке, но и кто-то еще, финансируемый все это. Да и вдобавок, нам говорят, что гранитные шлюзы и мост в Шлиссербурге появился аж в 1836 году. То есть, очевидно полагая, что к этому времени люди уже умели пилить гранитные блоки и создавать облицовку из самого гранита. Но какими технологиями? Что им позволяло так ровно обработать гранит и сделать его настолько гладким? Как вы думаете? Даже сейчас можно посмотреть на архитектуру Петербурга и поразиться точностью и качеством архитектурных сооружений, которые мы не способны повторить по сей день. Но вернемся к этим гранитным шлюзам. Вот, к примеру, один из интереснейших шлюзов. Посмотрите сами, он вам ничего не напоминает? А так, внешний вид этого шлюза явно идентичен с античными арочными мостами. И кажется, зачем же в советское время строить мост, идентичный античному? А может его и не строили, а подреставрировали? Давайте посмотрим повнимательней. Мы видим эти арочные своды, для которых нужен, между прочим, фигурный камень. А это дополнительные трудности в строительстве. Да и временные затраты куда больше. А ведь цель была как можно быстрее построить канал. Давайте сравним эту кладку с подобной на картине в Пиранезе, сделанной в Риме. Сравнив их, можно заметить, что форма и самокладка просто идентичны. Значит, и строились они, видимо, по одной технологии, примерно в одно и то же время. А ведь вполне может быть, что Беломорканал – это историческая реинкарнация уже существовавшего ранее гигантского сооружения. Ведь мы видим древний античный мост, переконструированный под шлюз во времена Романовых. Но историки, конечно, об этом шлюзи предпочитают помалкивать. И это понятно, ведь если принять версию о том, что этот мост стоял уже с давнего времени, просто сыпется вся привычная нам история. Но стоит обратить внимание и на размеры этих арок. Сейчас там могут пройти только небольшие лодки, да и то без мачт. И ради чего спрашивается столько усилий? Ради весельных лодок? Ну а может просто поднялся уровень воды, тем самым уменьшив эти арки в размерах? Вот и решили почистить дно старого канала, подреставрировали и выдали как полностью новую постройку. И тут же вспоминается Беломорканал, который тоже углубляли, тоже очищали, адаптировали, так сказать, под современные суда. Это добавляет пищи ли размышлений? Вдруг фундамент уже был? И Сталин прекрасно об этом был осведомлен. Для этого давайте просто взглянем на старые карты, которые нам представляют проект задолго до общего строительства. Карта немецкого картографа, официально датируема 1742 годом. Но посмотрите на саму карту. Что у ней такого интересного? Стоит обратить внимание на верхний правый угол, где изображены люди в античных одеяниях. С античным стилем в архитектуре и римскими мечами. Это уже дает повод призадуматься. Но что еще весьма интересно, это то, что нигде не обозначен настоящий год составления этой карты. Как нам придумали датировку, так мы и верим. Но если повнимательнее посмотреть на именование на самой карте, то можно заметить, что западная часть от Шлисербурга до Санкт-Петербурга обозначена как часть Ингерманландии. Что нам дает примерный временной промежуток. Ладерский канал был нанесен на карту еще до 1710 года. Вот как получается. Результат мы с вами видим, а историю мы просто не знаем. Словно всю нашу историю тщательно и тщательно переписывают. Ну а под конец видео я хотел бы вам показать одну примечательную картину. Немного олицетворяющую происходящее. Возможно она кому-то уже знакома. Написал ее российский художник Петр Алексеевич Белов. Это довольно-таки удачная сатирическая картина. Назвал он ее Беломор канал. Датируется она 1985 годом. Посреди скудного ландшафта из грязной зелени и колючей проволоки. Лежит шокирующая выделяясь своим цветом и очертаниями пустая пачка папирос Беломор канала. Характерно раскрашенная голубым, белым и розовым. Пачка эта служит бараком. Оторванный угол. Вход куда вливается бесконечная очередь безликих арестантов. А нам друзья пора просыпаться. Ведь мы заслуживаем знать наше настоящее прошлое. Поделись этим видео с близким, чтобы они знали правду. И не забудь подписаться. Ведь нас ждет еще множество интереснейших исследований. И помни, рассвет не за горами. Всех благ.